Развилка так уж и водится, и сширится, и строится, и отражается здесь солнышком креста. Песня «Зарисовка развилки» неофициальный гимн этого сельского поселения, и неудивительно, что именно ею открыли праздничный концерт. Это уже своего рода добрая традиция. Автор и исполнитель Юрий Белинкин вспоминают, что в момент написания песни, и не предполагал, что ее ждет такая судьба. Ведь появилась она совершенно случайно. Я просто вышел со старого поселка, в хорошую погоду, шел в сторону бассейна, и вот эта песня почти сразу вся целиком появилась. Вот вся. Появился весь стихотворный ряд и ритм. И потом просто осталось ее положить на аккорды, и все. Продолжили праздничный вечер выступления местных артистов. Это яркий танец с платками в исполнении воспитанников Центра гармонии и зажигательный аккордеон в руках Антона Хритохина, от которой сложно было не пуститься в пляс. Прозвучало со сцены и много теплых и искренних слов. Это главное достояние поселка. Наши дети, наши жители. И мы будем стараться делать все, чтобы нашим жителям, нашим гражданам жило здесь спокойно, уютно и комфортно. Мы будем стараться, чтобы в каждом доме, в каждой семье было благополучно, слышался детский смех, чтобы над нашей развилкой все время светило солнце, чтобы наши жители радовались каждому дню. Впрочем, день рождения – это не только веселый праздник и прекрасное настроение, но и подходящий момент, чтобы строить планы и приступить к их исполнению. Пожелание одно, чтобы развилка процветала, чтобы жители радовались, чтобы здесь были благоустроенные улицы, скверы. Мы будем стараться, чтобы транспортная инфраструктура, она также не отставала от высокого темпа жилищного строительства. Знаменательным событием этого года в развилке будет начало строительства выезда с развилковского поселения на аэропортовскую трассу. Это достаточно хороший такой проект, который позволит нам разгрузить единственный выезд в поселение Развилковское. В этот вечер в своих чувствах к развилке признавались все. Девятилетний москвич Артем Федулов хоть и не живет здесь постоянно, а только приезжает навестить бабушку с дедушкой, но сравнивая свой родной город и развилку, выбор делает именно в ее пользу. Я люблю развилку, потому что тут много природы, здесь многие друзья мои живут, и еще тут много деревень. Не то, что у нас в Москве, которые всегда с выхлопными газовами. А судьба местной жительницы Ларисы Мешковой навсегда переплелась с развилкой. Вся моя жизнь прошла в развилке. Работаю я тоже здесь же, в Негазе. Всю свою сознательную жизнь. Я очень рада, что я живу на развилке. Я это место не поменяю ни на что, потому что я прикипела к этому развилке всей своей душой. У меня все родственники, все, 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 все рядом. И это очень замечательно. Получился своеобразный флешмоб, когда в любви к своей малой родине объяснялись все. Причем не только на словах, но и буквально крича от радости и переполняемых чувств. Я люблю развилку! Ура!